Приветствую, друзья! Заболеваемость в России опять растет, ну, вслед за Европой. Третья волна, черт ее подери. Ну, у нас уже это мало кого волнует. Если кого-то и заберет, то одного из ста заболевших. А вот экономические проблемы, они уже у каждого. Почему же власть устранилась от этих вот экономических проблем? Почему на поддержку людей выделена в четыре раза меньшая доля нашего и без того не слишком жирного ВВП, чем, например, в Германии? Ответ прост. Канцлеру Германии не наплевать на избирателей каждый день. Ведь его реально контролирует парламент. А президенту России не наплевать только незадолго до выборов. Да и то слабенько. Ну, и чтобы людишки не мешали картинку сделать. Остальное можно раздать по дружкам, по Лукашенкам, вложить в юани. К слову, потерять даже на этом. Впрочем, выборы близко. Так что, в принципе, ждите подарочков. Ну, я говорю, нежирненьких, соответствующих месту Государственной Думы в системе власти. А почему же Путин на его комарилию вообще волнует эта беспомощная, безвластная организация? И как нам голосовать в сентябре? Ну, вот об этом и поговорим. На днях Путин подписал закон о своем обнулении. Удивлены? Ведь вроде бы голосования на пеньках, поправки в Конституцию были уже почти год назад. Да, были? Но изменения в федеральный закон о выборах президента сделаны только сейчас. Вообще получается абсурдная ситуация. Путинское обнуление противоречит и букве, и духу российской Конституции. Ведь смысл ограничения президентских сроков заключается в том, чтобы гарантировать сменяемость власти, записанную в Конституции. Путин этот принцип не просто игнорирует. Он издевается над ним, обеспечивая себе возможность оставаться у власти 36 лет. 36 лет во главе государства – это что угодно, только несменяемость. Но вместе с тем обнуление обставлено таким количеством формальных процедур, что реализация этого обнуления растягивается на годы. 15 января 2020 года Путин объявляет о поправках в Конституцию. Полагаю, возможным обозначить здесь и свою позицию. Вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России, как правового социального государства. На тот момент он уже точно знает, что все это затеяно только ради обнуления. 5 апреля 2021 года обнуление окончательно вступает в силу. Казалось бы, если все равно плюешь на закон, то зачем такое нагромождение формальности? Сначала поправки, затем поправки в поправке, потом не требующееся и вообще не существующее в законе всенародное голосование, а потом еще и приведение в соответствие законодательства. Путин легист. Ему обязательно нужно соблюсти формальности, даже если в целом он идет на прямое нарушение закона. Ему очень запало в душу. Помните анекдот? Ручки-то вот они. Типа, я не жульничаю, а все в строгом соответствии с законом. Правда, закон тоже я написал, но это детали. По недавнему опросу Левада-центра 41% граждан не хочет нового срока Путина. Еще 11% затруднились с ответом. Что в нынешних условиях, когда люди побаиваются говорить о своих разногласиях с властями, скорее нужно отнести тоже к против. Люди устали от Путина. Люди хотят сменяемости власти. Люди ставят вину президенту низкий уровень жизни. Считают, что он завел страну в тупик. Поддерживают срочный поиск другого лидера. Да просто не верят ему. Ведь перед тем, как менять Конституцию, он столько лет рассказывал о том, что ее менять нельзя. Я никогда не менял Конституции. Не делал это тем более под себя. И у меня нет таких планов и на сегодняшний день. А перед повышением пенсионного возраста он говорил, что не будет менять пенсионный возраст. Хочу обратить ваше внимание на это обстоятельство. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. А, к слову, про 100-метровые квартиры каждой семье тоже помним. В общем, доверия нет. И поэтому Путин пытается заменить его бесконечными формальными процедурами, изображающими поддержку общества. Но поскольку вся история с обнулением это жульничество, то и формальные процедуры получаются такими же. Сначала создается нелепая рабочая группа по подготовке по праву. Ну, непонятно, какое отношение к Конституции имеет прыгунья с шестом и казачий атаман. Но все это должно изображать поддержку лидеров общественного мнения. Затем поправку об обнулении вносит очень специальный человек. Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства. Вот прямо вижу, как шла работа мысли в администрации президента. Поправку должен нести тот, кого будет неудобно критиковать. Ну, точно, давайте это сделает депутат-ветеран Великой Отечественной войны. Хорошая идея, только мы не пустили в Думу ни одного ветерана. Черт, давайте это сделает какой-нибудь заслуженный человек. Космонавт, лучше женщина-космонавт, ну кто ж посмеет ее критиковать? Так и появилась поправка об обнулении, как будто бы инициатива с мест. Нет, конечно, мы верим, что так оно само получилось, а Путин был не в курсе, аж сам удивился, так удивился, что через 15 минут был уже в Думе. Поддержка уважаемых людей и гордость советской космонавтики, это, конечно, хорошо. Но ведь нужно впечатление законности происходящего, поэтому подключается Конституционный суд. Ну и что, что он не имеет права рассматривать проекты законов, а только Конституционность уже принятых? Когда Путину надо, этот вот самый Конституционный суд проявляет гибкость, которой позавидуют некоторые гимнастки. Ну, хорошо. Уважаемые люди, гордость космонавтики, Конституционный суд, вот все это есть. Но все равно как-то не очень выглядит, чего-то не хватает. Точно, нужно всенародное одобрение. И плевать, что такой процедуры вообще нет ни в одном законе. Зато потом можно будет сказать, что это не я решил править вечно, это же народ меня упросил. А заодно, раз такой процедуры в законе нет, то можно вообще провести ее как угодно. Хоть на пеньках, хоть в багажнике, хоть в тележках из супермаркета. Ну, все равно ведь гады могут не так, как надо проголосовать. Ну, а Памфилова на что? Придется ей, конечно, за это полномочия продлить, но зато ведь правильно посчитает. Ну и приведение законодательства в соответствие. Теперь вот все отлично. Куча якобы правовых процедур, множество якобы поддержавших людей, фигур, институтов. Но есть проблема. В 2024 году придется физически, а не на бумаге, обнуляться. А как и год назад, половина населения не в восторге от идеи провести вечность с Путиным. Но что еще опаснее, возрастные характеристики опрошенных. 25-39 лет, 51% против. Еще 11% типа затруднились, но скорее тоже против. 18-24 года, это еще круче. 57% жестко против и 12% вероятно против. То есть к 2024 году количество противников продления путинских сроков будет точно не меньше, чем сейчас, а скорее сильно больше. Ведь к поколенческому фактору добавится эффект от непрофессионализма в управлении государством. На кого же в 2024 году, в момент переизбрания, сможет опереться Путин? На авторитет прыгуни и высоту? Казачьего атамана? Женщина-космонавта? Конституционного суда и Памфиловой? Маловато. Рискованно. Ведь ставки слишком высоки. Нужен кто-то легитимный, избранный. Кто бы это мог быть? О, правильно. Депутаты Государственной Думы. Нет, я понимаю, что смешно употреблять слово «избранные» в отношении депутатов этой Думы. Но Путин легист, вы же помните, формально-то избранные. И вот здесь мы подходим к тому, с чего начали. Для Путина выборы в Думу осенью этого года критически важны. Это избрание той Думы, тех депутатов, которым предстоит легализовать новый срок Путина. Легализовать уже не потенциальное, а вполне себе состоявшееся грубое попрание Конституции. И наоборот, если возникнет противостояние нелегитимного президента с народом, независимые депутаты могут сыграть очень серьезную роль. Поэтому главной критерией отбора депутатов со стороны власти будет лояльность. Лояльность не избирателям, не партии, не региону, не стране. Лояльность Путину. Стоящая перед властью задача выбрать 450 человек, готовых поддержать антиконституционный переход власти в 2024 году от Путина к Путину. Это единственный вопрос этих выборов. Это не выборы депутатов, не избрание законодательной власти. Это попытка создать в Думе монолитную группу поддержки путинской вечной власти. Не нефть и газ. Наш преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество Путин. И мы его должны защитить. Спасибо. А наша задача разрушить этот монолит. На выборах в Думу будут важны не партийная принадлежность, не экономическая программа кандидатов, не их взгляды на вопросы внешней политики. Нет, единственно важный, стоящий вопрос перед кандидатом. Вы поддерживаете продление полномочий Путина на пятый срок и далее? Если да, нам не по пути. Нет, это вопрос поддержать человека. Сомневаюсь, что кто-то из единороссов ради поддержки от оппозиционного электората заявит, что он против Путина. К слову, за людоедов всех мастей голосовать тоже не придется. Во-первых, опять обманут. Во-вторых, труслевые они. Да и подобное обычно тянется к подобному. А вот в остальном, если у человека есть шанс избраться, единственный критерий вопрос – вы за новый путинский срок или против? И тут важно понимать, что такая тактика – это не просто вопрос моральной чистоты или каких-то абстрактных принципов. Хотя это тоже. Вот я, например, просто не смогу отдать свой голос за человека, который поддерживает власть Путина. Ведь я таким образом выражаю поддержку всей путинской политики, в том числе репрессиям против моих друзей, убийству Немцова, отравлению, посадке Навального и так далее. Сами вспомните любую проблему, которая портит вам жизнь. Размер зарплаты или пенсии, или качество и доступность медицины, дороги, цены. Путин не смог или не захотел решать эти проблемы, предпочтя интересы своего окружения, среди которого, по-моему, просто не осталось уже ни миллиардеров. Какова вероятность, что спустя четверть века пребывания у власти Путин вдруг кардинально изменится и начнет решать не их, а ваши проблемы? Но сейчас нужно еще потерпеть. Если бы он был на это способен, он бы, наверное, уже сделал бы это, но он не может. А тогда почему его надо оставлять во власти еще на два срока? Я, кстати, не видел, чтобы Путин вышел и публично объяснил. А почему, собственно говоря, он должен задержаться во власти сверх всех положенных и неположенных Конституции сроков? Вышел бы и сказал, я так классно наладил вашу жизнь, зачем что-то менять? Или с каждым годом вы живете все богаче и счастливее, а без меня станет хуже. Родные мои, понимаю, как вам нелегко. Не выходят, не говорят. Знаете почему? Потому что никто не поверит. Люди уже поняли, что не они бенефицары этой власти. А я являюсь бенефицаром. А если нет надежды, что тот вдруг внезапно изменится и вместо своих друзей начнет работать на граждан, то нет смысла, чтобы он оставался у власти. Это не требование оппозиции, никаких маргиналов. Нет, это вот ваш личный интерес поменять эту власть. Это вряд ли получится быстро и сразу. Им есть что терять, но и нам есть что приобретать. И наш план на осенние выборы должен быть ни одного голоса за кандидатов, поддерживающих новый срок Путина. Я не сомневаюсь, что наши коллеги в своем проекте «Умное голосование» не призовут нас голосовать за Путина. А в остальном готов положиться на их мнение. Как понять, кто же на самом деле прислуга Кремля? Я соберу и представлю обществу всю доступную информацию на этот счет по каждому кандидату. Ну и от вас много что зависит. Каждый кандидат будет вести какую-то кампанию. Приходите к ним на встречи. Будьте активными в соцсетях потенциальных кандидатов и везде задавайте вопрос про отношение к новому сроку Путина. Присылайте видео. Присылайте ссылки и скриншоты. Давайте вместе поймем, кто не безнадежен. Нас волнует ответ на один вопрос. И думаю, что до выборов мы вполне его получим. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе моих новых видео. Счастливо вам!